эх ребята привет всем привет коля поздоровайся с ребятами сегодня у нас кто у нас сегодня так по числу у нас седьмое по-моему не не седьмое 3 3 июля или июня выехали мы с николаем на коп так коля чё на шестом канале сидим как обычно вот выехали на коп мы сегодня деревню не скажем какую секретную но в общем тут у жилого сектора будем ходить далеко и мы не поедем потому что все далеко ездят боятся ходить у жилого сектора а мы скоро ничего не боимся потому что мы банда и нам пофигу вот походим сейчас правда здесь мы уже 100 миллионов раз бывали но почему-то постоянно находки выпадают много вам ничего не обещаем что-нибудь покажем горшочек подида нет золотую здесь нашли монету одну одну потеряшку наверно потеряшку жалко что не мы не потеряшка потеряшка мы там вырыли все на все так это вокруг распахали все погода сегодня прекрасно жара будет ребята у нас тепло пришло у нас как климат у нас или холодно или жарко у нас среди не бывает температуры и такой вот я был на югах к там как-то вот покомфортнее это когда там 30 градусов там легко переносится у нас тут духота вообще невозможно так что у нас здесь виллы нефти нету ничего нету без есть лес это вырубили сейчас на всех частных это все вырубили до грибы негде собирать весь лес вырубили так что ребята ну что найдем покажем что не найдем не покажем погнали где медаль за лежит говоришь это где елка до враги враги сейчас я покажу вон елка ребята и чё откуда медаль взялась пытался с дедовской медалью ты что ли зимой нет брат у меня старший маленький за отвагу найдем сейчас так вот здесь мы будем по пригоркам сейчас ходить село здесь старая травки мало я тут раз был вот там за пригоркам уже показывал видео снимал сейчас мы здесь будем здесь мы находили чешую петровские монеты деньга павел первый екатерина находили поэтому там в конце серёга нашел так золотой так что ребята тут поле интересное так что мы сейчас походим потому что здесь скоро все застроится полностью все дачи да и тут больше уже год-два не походить бот только на моем виде будете смотреть мы то ищем он покажи я мы вот этому уже до нарыто тут яма тоже нарыто но они ходят честерками 34 пусть не не хочу можно походить и ходят еще бегают серёга 705 ходит он тут все выгреб все выгреб все не выгребишь коля в любом желании раскладе потому что еще помимо удачи есть мистика понимаешь сломал я подлокотник коля на 5 словам второе же 2 модели ремонтировал сейчас не слома коля чемпион ломают подлокотники любитель опять собой на коп взял пиво мерзавец но и коля но и кафе она не может он без этой соски ладно все поехали сам попросил да как так по одевать на спа его коля ладно не только спа его сегодня может и доброе делать и сделаем ладно уже сделал . мне привез культуре . тем да не рассказывай только только вышли в поле только поговорили коля опять чемпион нашу находку акселом удивляем всем ходил то здесь я здесь все прошарил правда 30 34 ты 34 смотри я после него такие находки только а только вышли мы вот еще раз города два метра вот мы где снимались только два метра прошел памятный немножечко но хорош хорошие дима любит такие находки я люблю сразу дарил ему когда-то была целая коллекция потом я перестал коллекционировать стал собирать только золото все не может вам чуть расскажу но и коля чемпион молодец сам удивляюсь только вот вышли сразу же находка ну погнали дальше николай искать серёга же тут ходил 705 так я видел как вы ходите вы не ходите бегаете по полю кто кого перегонит вот у вас поиск погнали дальше никого не терит это этот дробь старинная но это как она картечь или как называлась вот она сигнале это коля нашел а ребята у меня тут дробь я уберу карбан брошу так николай погоди у меня две копейки прикинь 1909 год вот правильно ты говоришь сегодня губить сколько ходим это же сигнал твоя это тюбик твой а тебе я сейчас только выкопал тебе кого-то выкопал путевых а я наверх седу до выкидываю чуть не закопать же как ты а нормально пригорочек тут кирпичи до посуда самую древнюю монету здесь нашли петровскую копейку 701 года 701 ты коля молодец она не понятно ладно давай искать ребята поля говорит о батарейки нашел я старый батарейки более 2 монета откуда здесь я думал уже копейка пола она бы у тебя показала 44 у меня показал 20 24 у меня потом 17 вообще я таких много находил бумажные батарейки раньше были такие батарейки тенька не попадает частенько чем пить бош зачем пиво рекламирую я закрыл эти такого пива она очень невкусная прости еще стакан совы взял я загнул нашел с кого я показывал 84 на копней у меня пока я посмотрю сколько у меня 38 монета у меня так имперская кажут похоже на монету может быть какая-нибудь медяшка может медяшка красивая может жильзя колокола не копай не из глубокого здесь бинпойнтером снимем погоди кольцо золотое золото 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 хер там тут и смотрите ребята а думали золото похоже обидно обидно досадно и сработало как и четко четко да а поди золотая не легкая а точно блин думали ребята золото тяжелое было я думаю опять с тобой богаты были бы но ребята пополам разрезали продали бы поделили денежки как тот раз ладно ну чё все равно блять и думал золото куля опять там с тобой погодило опять это видишь не было этих там орел же сразу высвечивали да а поди чё какая-нибудь медаль наградная это оказалось какая-то но это уже близко было это то что пропущенный сигнал пропущен да вы же здесь ходили конкретно я знаю ваша конкретность а сигнал пропущен я вот раз ходил вот эту видишь теплицу ставили вон там теплицу ставят при меня это все распахивали так я не зашел на пашню сейчас уже наверно не пустят хотя можно почему заходи там знакомым о тем более там грунт сняли мы сейчас наверно вот здесь ребят сейчас я вот так пройдем здесь и обтешим туда и оттуда зайдем там грунт сняли там походим местный коммерсант выращиваем и чем дальше коля болеет я думал золото поля чемпион опять нашел что-то я там пока выкапывал о 50 копеек я уже забыл как они выглядят 64 года 64 но 50 копеек я такие находил один раз только про них забыл что они коль существует там 20 копеек 15 описать какие-то не больно в ходу были свое время рубли как-то у нас больше ходили вот такой бы рубль найти до такого года таких годов я ничего не прет такие находки ни разу рубили не находил наши современные но моего детства рубли 80-х годов хотя наш они черные стоят я видел у ребят находят приятная находка рубль не лучше николаевский рубль приятный серебряный так пойду я там тоже дом стоял какой-то здание он вилки попадаются там тоже кусок вилки нашли вот таким посуда да можно сразу же определить что здесь жили люди здесь можно ходить очень давно на семьсотых годах 1700 потому что так ищем дальше да это вам не терка 34 на терочка за ты много наверно собирал колечко года сломанное нашел серебро походу коля говорит тяжелое ну такое какой-то сплав не боя по моему серебро может алюминий не алюминий легкий это не алюминий проехали по нему детская походу было жалко я вы я выключил чуде на все попало чудо было нормально 77 см а я дай попробую у тебя говорит 37 стабильно 38 у меня империя 37 непонятно чё копай посмотрим вот такой распутчатый не факт что монета что-то цветное в общем может очень мошка не на пуговица но очень близко ты проводи если чем пинг-пункерами найду нет где-то здесь а кусок самовара не это что-то дюралевая лет горшка сумка есть вот и сигнал тут они постоянно был у меня цвет меня в общем сейчас такой же нашел до пластин у года их много этих медных самовары рваная походу растаскивать куда ее болель за футболей была до этого Сверху положим, чтобы уже брать не было. Вот поступил очередной сигнал. Он опять что-то нашел, мерзовец. Я только бегаю за ним с камерой по полю. И оказалось, вот что ребята. Оооо, Коля! Опять нашел. Что серебряный? Похоже, да? Или олова? Не, похоже, не знаю. Нагадай. Тяжеленький. Серебро. Сто пудово. Серебряный, ну. Это штурвальчик или как он называется? Штурвальчик, отеверные народы. Я грязь здесь ходил с теркой. Она все пропустила, оказывается. Блин, Коля. Ну и чемпион. А, Коля чемпион. Хорошая штука, да, Димон? Я только там сигнал найду, Коля уже орет. Иди сюда, я по полю за ним бегаю. С камерой. Сам да не успеваю. Ничего искать. Да. Экстера 34. Вот ребята, я вам говорил. Я два года здесь ходил с ней. Берите всегда хороший металлоискатель. Терку 705. Хорошая штука. И сменила бы еще, спросим, бабосов за рекламу. Ну и Гарат неплохой, смотри, царапаю. Так Гарат, я не знаю, я не подружился с ними. Я здесь все использовал с Т-34. Все и вылазил. Это и все. С Гаратом захожу. Вот какие находки. Я сам удивляюсь. Ну давай ищем дальше. Надо обмыть это дело. Окей, вот только обмывать вот. Обмывальщик. Да, штурвальщик. Это Леха нас научил, да? Штурвальщик. Называется. Хорошая штука. Берем. Где мы выменят там что-нибудь опять? Какой-нибудь кинжал? Ну кинжал немецкий. Моя очередь пришла. Много лучше ставили здесь видать. Неплохая монетка, кстати. Сам удивляюсь. Так. Как смотреть-то ты? Где Катька? 1790. 90. Какой девяностый? 1700. Вон девятка. А, девяносто девятый? 95 или девятый. Много период не какой-нибудь хороший. Мужик. Вообще идеал. Идеал хоть, но. Нормальная. Нормальная находка. Ну Коля, вы тут и выбили поля. Да, выбили. Здорово. Выбили мы. Коля чемпион. Вообще хороший. А что? Девяносто пятый? Ага, девяносто пятый год. 95. Копеечка. Копеечка, да. Неплохая монетка. Смотри. Нормальная. Вот тут так. В общем нельзя мне спешить. За тобой не успеваю я. Медленно веду, есть монеты. Быстро. Я здесь ходил с теркой. Она чуть пропускает половину. Давай дальше ходим и ищем. Можно ходить значит еще. Серега здесь 705 это он здесь не ходил по верху. Он ходил внизу. Сюда он не сошел. Что ты машин тут все прошел что ли? Нет. Я тоже сомневаюсь что ли. И сколько вы тут раз были? Два? Ой. Прошлый год тут ползали постоянно. Они тут ходят. Там наверно. Здесь. Вверху. Ну пропуска то конечно. Ну что ты такие. Смотри просторы как тут все охватишь. Тем более я с этой доходил теркой. Ох ребята. Смотрите какой я. Ой. Глубоко вообще был. Старинная расческа. Ох ни фига. Алюминиевая или из чего-то сделана. Тяжелая? Нет. Легенькая. Не серебро. Алюминиевая. Алюминиевая. Старинная. Старинная. Видно. Она вообще лежала глубоко. Зубья поправить. Можно расчесываться. Вон там еле выцепил ее. Тут по ходу. Пахали когда вот сюда. Плугами все стаскивали. Там выше кирпичи. Я говорю здесь очень много находок было. В самой низине. Ни с чем. Так понятно. И золото даже там подняли так. Золото там дальше подняли. Ну здесь же. Эх. Чего это у нас? Канина? Угу. Жара. Ой. Потерял. Жара ребятам у нас стоит. Ну ладно хоть ветерок есть. Чего от ветерка там. В низине тут толку от него. Никакого. Коля. Сдери-ка наклейку до своем. Ну снимай меня куда пью. Что делать то? Сниму. Ну тут пока все на одном месте крутимся. Хочется вот так все это обойти. Только никакого времени не хватит это все тут обойти. Лето на целое ходить. Будем. Коля деда земляного напоил. Ребята. Все. Сейчас у нас или попрет или все обрубит. Все обрубит. Но одно из двух. Все обрубит. Картошку вон садят. На полях туда сходим. Сегодня не успеем. Но в следующий раз я приеду. Завтра там походим. Да просто. Все. Я думаю нам сегодня за день здесь ничего не обойти. Только здесь походим. Жарко ребята. К обеду наверное невозможно станет. Уйдем мы с Колей домой. У нас тут ребята вышли мы на поляну дикой клубники. Именно не земляника. Нет. Клубника дикая. Клубника. Почему она дикая? Ну может когда-то садили. Тут я их все усажил на этой. Очень давно. Клубника она разрослась по всему холму. И мы. О кислая такая. Ладкая. Много багажей. Подними-ка ее. О. Весь холм этой ягодой тут усыпан. Я ее съем. Какая сладкая кислая. У меня аж слюни бегут. Э. Еще не созрела она. Много белой. Коля. Ох. Коля. Ох. Холм снятина. Ну-ка. Ага. Тут дофига ее. О, она крупная какая. Ребята. Так. Можно 20 ведер насобирать. Ехать в Киров продавать. О, Димон смотри. Классная ягода. Сейчас я ее съем. Хорошо. Здоровенная поляна тут. Все в клубнике. Все ей усыпано. Можно набрать монет. Можно поесть ягод. Да. Все условия в общем для копа ребята. Хороший отдых. Там где-то речка внизу бежит. Дальше там пруд есть у них. Красота. Только жарко. Или холодно. У нас два состояния тут. Или жарко или холодно. Фух. Муху съел. Коля опять, блин, чипел. Что-то зашел. Очередной сигнал. Потому что у меня Гаррет нынче. А не Т-34. Погоди. Вот он. Я его нашел. Кто там у тебя? Твоя любимая забава. Опять крест. Опять серебряный крест. Коля, а что они одинаковые тут все? Я не знаю. Штурвальчик? Штурвальчик. Так, погоди. Я тот достану. А то скажут мы один и тот же ложим. Да, да, да. Сейчас, ребята. Секунду где-то у меня. Как Леха нам объяснил. Лехе, привет, кстати. Давай, рядом был. Леха, видишь? Нет, не другой. Этот побольше вроде. Ну да, ребята. Леха нам объяснил, что это штурвальчики. Лехе, привет большой. Может уходные. Жалко, что он сегодня с нами. Да, этот поменьше. Этот женский, наверное. Это побольше чуть-чуть. Да какая разница? Просто побольше и все. Да. Прекрасно. Ага, этот поменьше. Такой слабенький был. Но решил копнуть. Копнул, стало круче. Вот прет Коля вот и все. Так я дедушке пивка налил. Где-то напоил земляного. И у него находки пруд и пруд. Ладно. Молодец, Коля. Да. Будем ходить дальше. Ребята, помните, я в прошлом видео каком-то показывал, поставил и двор. Когда от Коли ехал. Вот мы сейчас за ним ходим. И здесь все находки у нас пруд. Вот там шел перед ним Екатерининский тракт. И вот этот двухэтажный поставил и двор. Старинный. И вот мы за ним тут на поле ходим. По пригорку. Вон там Коля, чемпион. Оттуда вот деревня шла. Все. Все идет туда. Поля. Травки не так много. Нормально. Здесь вверху повыше. Внизу вообще травы нету. Так. И чем дальше где-то мне сигнал. Так, ребята. Сигнал у меня какой-то. Я вижу уже. О! О! Что тут у нас? Деньга лысая, как Коля говорит. Убитая в хлам. Орел прослеживается. Ага. Так. Ой. Надо Коля сообщить. Коля деньгу нашел. Так. Ну что, ребята. Перекурим. Звонил Серега сейчас нам. Моему про находочки рассказали. Говорит, я сейчас, наверное, к вам приеду. Вот. С 705-й эксперой. С 705-й, да. Он тут все выгребет. Остатки. Последние. Да ничего не выглядит. Да ничего не выглядит. Сейчас перекусим. И пойдем дальше. Жи. Опять шмат мяса. Мясо у нас с хлебом. У меня потолще. Да, правильно. В общем, ребята, сегодня я вам расскажу. Ты что, пил ваш? Угу. 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 Историю, как это у вас называется, где мужик-то? В 40-х годах поднял клад. Ммм. Деревня-то называлась? База отдыха Сибирянка. А, Сибирянка. Там стояла мельница раньше. А, ну, мельница стояла. И жил мельник богатый. И мне один дедан рассказывал, один, до сих пор еще живой, что вот когда база отдыха у Сибирянку делали эту, это во время войны еще было? Или до войны? До войны. Нет, во время войны. Потому что, он говорит, мы были маленькие, нас еще эвакуировали, потом войти в князи. Потому что там бомбоубежища не было, он сказал. И нас всех в князи потом перевезли. Вот, говорит, при мне это была история. Нация мешается. В общем, мужик этот копал, заставили, был такой, Катарин Вася говорит. Заставили его рыть яму под ГСМ. Под бочки там или что, я не знаю, под что. И он копал-копал и выкопал. Здоровый чугунок денег достал. Он говорит, там сказал, что медь всем-то. Разбили медь. Думает, ага, поеду государству сдам и денег мне дадут много-много. Ага. Поехал он на Лошаях в Киров. Город Киров, вятка бывший. Приехал. Милицию класс сдал. Ему дали за это бутылку водки. Он говорит, ребят, что вроде, что за бутылка-то, сколько денежищ. Всяких. Они ему, знаете, сказали, что если б ты его не распечатал, горшок-то, привез целый, мы бы, говорит, тебе половину-то за него дали. А так, может, там бы золото было. Ты выгреб его? Да, все золото. Говорит, выгреб. Спрятал. Спрятал и... Муравьи. Нам принес. А ее мясо едят. Вот. И дали ему за это, в общем, бутылку водки только. Так, и с другой стороны расклада, если бы он не распечатал, там золото было. Они бы сказали, ничего ценного. Опять бы съезд брали, да? Ага. И, в общем, ребята, выводы той байки таковы. Что? Государство лучше не носить. О! Когда поднимаете клад, никакому государству ничего не носите. Пошли они на хрен. По-русски говоря. Все. Открыто заявляю. Почему? Смотрите, а расклад. Принесите вы клад. Помнишь, мы с тобой подняли, да? Угу. А мы не сдали, конечно. Ладно, это не та история. Может, потом уже скажем. Вот. Поинтересоваться там. Думаю, как это все происходит, оценка-то. А оказывается, приносишь в милицию. Они там назначают своего эксперта, своего. Который там за бесценок это все оценивает. Дальше уходит куда-то. И может тебя мрушить целый год. И не факт, что еще получите. Через год. Ну да. И вообще копейки. Копейки, да. В общем, учу вас так. Находите, когда золото, идете на форумы или на аукционы в интернете. Сейчас проблем нет. Можете в Москву взять одну монету и уехать в Москву. Там есть рынок специальный. Человечка с собой привезете и все оптом сдадите. И все. Когда это все продадите, перерегистрируйтесь. Новый псевдоним себе заимеете в интернете. И дальше ходите по форумам. По коллекционным. Тут уже по первому каналу показывали. Можете все продать, а можете по отдельной серии. Реальный фильм. Пожалуйста. Корреспонденты все. Человек, который занимается этим делом. Нашел он 20 чешуи. 20 штучек. Чешуйки. И решили. Пришли на черный рынок. Корреспонденты все снимают. Первый канал. Смотрели зрителей? Интересно? Может быть смотрели. Давай вкратце. Вкратце короче. На черном рынке им дали за это 10 тысяч. А в милицию сдали 2 тысяч. И ждать 2 года. Делайте выводы, господа. Это, это, это. Чему речь так идем? Оценили в 2 тысячи всего. Вот. Задели, если раз мы политические вопросы. Почему мы должны делиться с государством? Смотрите вот. Такой расклад. У нас же нефть, газ, да? Достояние народа это все общее. Наша страна это все общее. По идее это должно быть. Я такого же мнения. Сейчас эта кучка пидорасов там. Прибрала к себе, да? Часные руки. Государство там башляет налоги и все. И никто ничего не имеет. Так давайте тогда так сделаем, что. Пускай освободят нас от налогов. Пенсионных, да? И пускай вот это за них, которым продают они газ, продают за рубеж. Хотя бы по доллару. Да не по доллару. Пускай вот процент 13 процентов, которым пенсионный фонд платит. Пускай государство платит. Правильно? А людей освободить. Где наш-то процент? Мы-то свой подоходный налог платим ведь. Там пенсионный фонд 13 процентов, зарплату у меня вычитают. А почему нам государство не платит с нефтью? Это же наше достояние. Все народное. Все народное. Все народное. Да, мы тут живем, а сами ничего не имеем. Видели, да? Они наживаются. Какая-нибудь проведилась. Газа и нефти. А еще говорят, золото отдавайте нам. Ага. Разбежались. Сосадь вы будете. По очереди. Делайте скупку. Да. Прекрасную. Будем вам носить. Можно акцион устроить, да, государство? Раз выставил. Да нет, государство просто сделало скупку. Поставили магазин. Несите, ребята. Так что, ребята. Мы покупаем все. И по хорошей цене. Вот. Все понесут. Завалим государство. Завалим. Золотом. Серебром. И еще монголо-татарским. Этими находками. И крестами еще завалим. Крестов. Церкви засыплем. Мы крестами. И серебряными, и золотыми. Не надо печатать новые. Да. Будем старыми. Старыми будем, да. Есть и не есть. Чистенько попадает. Вон, сейчас. Три штуки сразу по меня. А так официально, ребята, мы ничего не находим. Находим только медь. В основном медь. Очень много ее. Все. Мы тебя поедим и пойдем дальше. Давайте, ребята. Покажи, куда пойдем. На поле. Ну, вот туда мы пойдем. Придем-ка покажем. Находки в основном здесь, но мы сходим туда. Мы везде походим. Сегодня не успеем так. Завтра я приеду. Запросто. Я опять неделю на работе взял отгулов. Ну, его нафиг. Эту работу. Пускай трактор работает на железном. У нас здесь ходить, не переходить. Это практически у меня за огородом. Не рассказывай секреты. В родной деревне. Да. Но это не секрет. Все наше. Все наше. Все наше. Все наше здесь. Здесь-то уже наше здесь. Находки есть. Здесь есть. А ты что тут искать не переискать. Вот это поле мы вообще не ходили. Даже не грамма. А там песочек. Если есть здесь, то и там есть. Сто пудово. Дальщики, все скоро застроят. Надо быстрее в этот год прошарить. Прошарите все. Ладно, ребят. Ищем дальше. Попрощайся, Коля. В предыдущем видео вам рассказывал. Вышли в поле. Вот такое видите. Если все сразу же ищите. Здесь находки. Люди жили. Видите? Это вообще старый-старый горшок. Черная глина. Видите? Вот полоски. Это на кончарном круге когда делалось. Так не ровненько все сделано. От горшка. Значит здесь жили люди. И можете здесь смело искать. Песочек. Красота. Садили что-то. Здесь походу дома стояли. Везде. Эх. Смотрите, ребята. Классно. С рисунком. Солнышко. Дима мечтал об этом давно. Так я золотое хотел. Что мне это? Золото не валяется. Окислилась. Печатка, ребята. Ооо. Магазинская, а не самоделка. Нет, наверное, мастера делали все-таки свои. Мощное такое. Что там нарисовано такое? Солнце и... Солнце. Солнце, берег и пальмы. А, ну вот, солнышко. Солнышко. Неплохое колечко-то, кстати. Все. Мощное. Бронза. Нет, это медь походу. Нет, бронза или латунь. Бронза. В основном бронза. Хороший. Глубоко, ребята, вообще лежала. Полтора штыка выкопали. Сигнал хороший шел. Вот такой. О, батарейка с яйца. Смазанный. Так, переставляю аккумулятор. Коля нашел, потерял уже. Да ты поплотнее, что ты боишься не нажать-то? Ооо. Уже не только носиком и боком тоже берет. Что тут у тебя? Ооо. Ооо. Копеечка, ребята. Копеечка сардеповская. Какой год? Не знаю. Восемьдесят третий. Ага. Это мы, наверное, в детстве картошку собирали, потеряли. Ого. Видно, не видно? Восемьдесят девятый даже, наверное. Восемьдесят третий, по-моему. Восемьдесят третий, по-моему. Сейчас на солнышко выведу. Ооо. Восемьдесят третий, ну. Коля, чемпион. Молодец. Опять пошел, я по-моему отсюда вижу, что... Меня не снимай. А? Коля, ты отошел бы подальше хоть. Так, что тут, полушка походу? Да, 1755-й, Коля. Да? Да. Дорогая. Иди-ка ты, сын, дорогой. 100 тысяч стоит. 100 тысяч, у тебя все... Она еще... Кто-то откусил ее, кусок от нее. Что, лопатой? Не, сама такая, в чеканка. Брак монетный. Что, повышать цену? Все, 100 тысяч. Дай мне, мимо, тебе не рассчитаться. А, нет, погоди, 1735-й, а не 55-й. 35-й, на... На карман, Димон. Берем. На твой. Фух, так, что тут у нас? Ну, что-то сигнал-то плохой был, Дим. Ну-ка, броси ее еще раз. Ну-ка, давай. Что-то, я, лопатую отойду. А, нет. А у меня сколько? Давай снимем. 38-й. Ну, что у меня так и показывает. Империю. 38-й у меня. Эх. Ребята. Коля чемпион. Ну, что, 35-й, да. Берем. Что, опять сигнал там у тебя? Прибор у меня неплохой просто. Вот и все. А тут кругом сигналы одни. Мы все на одном месте крутимся. Поднимаем здесь. Вот такие выбитые поля у них. Как проверять? Обязательно. Опять у нас выпал что-то. Клепка. На-ка, чисти. А, нет, что-то нарисовано. Не, клепка, походу. Вот пуговицы, да? А, фиг там клепка. Я не знаю, что такое вообще. Смотри, что есть. Давай. Пуговка, ага. Какая-то, смотри. Интересная. С узором. Переверни-ка, Коля, я там тоже узоры видел. Во. Что-то написано, по-моему, даже. Как ты думаешь? Ага, какие-то буквы есть. Ну, это любимый на пуговке. Вон Коля там полушку поднял. Он любит их собирать. Здесь это. Когда-то лежал. Часть бубенчика нижний. Вот какие пропилы еще у них бывают. Отрубает. Где-то все на одном пятачке тут. Все находки. Отрубает железо. Во, все. Вот такой бубенчик был. Интересный. Коля чемпион там ищет что-то. Что, нашел? Ну, покажи ребятам. Коля, изумруд нашел. Бриллиант. Голубой. Не знаю, что это такое. Клепочка какая-то. Дима разберется. С камушком. Старинная вещица. Тут что-то стояло, в общем. Наверное, поставил и двор Коля. Одни сигналы. Интересно, интересно. Все, мы хотим на той поле перейти. А, не таки. Вот здесь что-то они сигналы. А что у тебя там за сигнал-то какой? Глубоко что-то у тебя там. Копай. Здорово, Серега. Мы тут в данном месте. У нас одни находки. Даже сейчас брюлик нашли какой-то изумруд. С клепочкой. Что, сейчас на змею тут не наступил ядовленный. На змею? Да. Ух, тут змея-то полно. Какой-то упсукнуло, блядь. Потерял? На, Дима, твой прибор. На, бери. Я снимаю. Не взывайся. Вон, сзади вытащи. Ага. Пожестче им возит, а что ты боишься? Ну, погоди. Так, потеряли. Лопата твоя. Ищи, там что-то. Есть, есть, что-то есть. Да, сбоку, да, по-моему. Где, блин? Этот не скажет нифига. Давай. Побольше яму-то дороим. Блин, да что, где? Дай-ка, я буду тебе помогать. На-ка. Погоди, я не могу одной-то рукой. Погоди, Диман, еще проверю. Где-то здесь. Теперь. Железяка, наверное. Ржавая. Горшок. Нету тут его. 95 по каждому. Что-то, Коля, глубокий сигнал не может выкопать. Себе-ка пойти. Ну-ка. О, есть. Глубоко, что-то. Ну-ка, Диман. Ну, нельзя-ка. Вот, горшка запчасть. Глубоко лежала. Фиг знает, что-то вообще такое. Ага. Ну-ка, все с буртиком. Или от шлема. От рыцарского. Ну, ребята. Серега пришел. У меня крупный доклад. Что взял, Коля? Едем мы на другое место, переезжаем. Здесь мы потом добьем. А сейчас мы переедем на другое место. Кого снимаешь-то? Я тут. Коля, он не умеет снимать. Нет, я снимаю. Не наискатель твой. Сейчас покажем на другое место переедем. Все, нажми, Коля, красную кнопочку. Это не быстро хоть вводи-то. Что-то это медленно делается. Вот то поле мы так и не пробили. Да успеем, что, приехали вчера. Бля, я вчера сгонял туда, где с Лехой-то были. Я ему рассказывал. Так Леха тогда говорит, бля, зря уехали. Мы с нашей бандой в одно место секретное. Говорю, куда ни одну не скажем. Приедем, разложимся и начнем копать. Все, ребята, переехали в новое место. То пока законсервировали, получим времен. Здесь, когда погода есть, мы сюда выехали подальше. Так, собираем оборудование. Ну-ка, расскажи, Коля, историю этого места. Не знаю, старая деревня. Семьсотый год попадалось тут. Деньга попадалось, да. В 1735-й полушке попадались. Место? Голое место, поле, никаких обозначений. Трава есть, но... Никто даже не узнает, что здесь была деревня. Но находки есть хорошие. Ладно, не знаю. Все знают. Но никто не говорит, что все знают. Мало копано. Сейчас. Ну, Леха-то здесь бывал, что бы было. Как не было. Где волны? Ладно, что найдем, покажем, ребят. О, погоди. Отставить. Мушники забыл. Что найдем, покажем. Да, я с новым пивом. О, Коля еще себе в магазин заехали, а минералки купил. А он пиво себе взял. Да. Так что к вечеру он песню у нас запоет. У меня жажда. Так, ладно, что найдем, покажем. Смотрим, ребята. Смотрите нас. Так, у Сереги у нас уже первый сигнал. Не успели от машины отойти. Так, две копейки. Копейки серебром. Николай, что ли? Здорово такие. Молодец. Ищем дальше. Так, природу, ребята, вам покажу. Поля кругом. Красота у нас тут. Ребята, находочка на новом месте. Земля убитая. Глина какая-то. Так, деньга. Две копейки, что ли? Копейка. Опять плугом проехали. Что это у нас? Копейка, походу. Копеечка. Порвано. Все равно. Сигнальчик. Так, Коля, где у нас там где-то ходит. Пока отошел. Скажу вам. Договорились, в общем, сегодня коп-то. Говорю, позвонишь с утра. Разбуди меня, а то я поздно с работы пришел. Не звонит и не звонит. Еще-то я проснулся. Звонил ему. Коля, ты че? Ну, че, у меня денег нету. Нифига, на телефоне. У меня идея пришла. Давайте, ребята, ему рублей по 10 на телефон кинем. Вот он удивится. Кто ему кто-то телефон, на телефон денег положил. Я тут под видео, внизу его номер телефона оставлю. Давайте его кинем. Денег. Хоть на связь у парня будет. А я так скромно промолчу. У меня ничего не говорил никому. Ладно. Номерок оставлю. В общем, под видео. Так, ищем, да? Ага. Серега нашел серебро. Так. 23-й год. Что ли? Точно. Здесь копеек. Сейчас поднял. О! Замечательно. Че, у тебя мусор много тут? Держи. Коля, там чемпион у нас. Рует яму. О, че, нашли. Коля говорит, что это печенина. Печки украшали. А я говорю, что это 12-й век. Славяне. Чигунина. Откуда в 12-м веке чигунина? Ты че? А че взял, что это чигунина? Чигун, че? Че, это уже не написано на нем, что чугун? Чигун. Да Коля тут и металловедение, я смотрю, изучал. Вот, ребята, тут инопланетяне. Вон летающие тарелки нарисованы. Вокруг солнца летят. И кресты. Все умрют. Наоборот, всем счастья и здоровья. Какой-то оптимист, Поля. Конечно. Иначе быть не должно. Тут мусора много вообще. Вообще много мусора. Вообще зря мы оттуда уехали. Ладно, мы завтра с тобой, да? Пробьем завтра. Там еще много чего осталось. Мы с тобой не спеша. Не спеша, да. Не еле копаемся. Сейчас вскроем. И этот тут все вывинем, да? Есть, тут деньга есть. Аккуратно будите. Аккуратно, больно тут мусор. Трава еще высокая. Да нет, сигналы идут нормальные. Если что-то есть, нормально себе. Быстро будет. Проскакивает. Куда проскакивает? Ну, ты не берет он. Ты железо отключил бы? Не чую, конечно. Я-то не отключил, я на всем хожу. А нет этого, он почует сразу. А ты-ты-ты-ты-ты-ты. Все, по 82. Угу. Уронился. Я же пиво пью. Сижу, опять грязь чищу, скатушки. Что-то зафонило. Мусора здесь много. Не нравится мне это место. Мне хорошо. Да и почва тут говеная. О, забыл вам показать. Нашел в тот раз. Знаете, что? Это от ружья, от старого. Запчасть. Карабина от какого-то. Эх, перекурил. Коля там где-то ходит. Сейчас по рации с ним общались. Тоже ничего у него нету. Тут мусорка. Больно ходить, погано. Не нравится мне. Но мы еще завтра поедем в другое место. Опять там добирать. Эх, ребят. Ой, что-то. Не забыл. В общем, много приветов просят передать. Вот так получается. Копаешь, копаешь. Ой, с головы все улетело. А сейчас съел. И вспомнил, пока я воду пил минеральную. Так. Ну что, приступим. Передавай. Я уже записал тут несколько приветов, потому что... Ой. Что, не запоминаю? В общем, по просьбе сына поздравляю Козлова Владимира из города Озеры. С днем рождения. Здоровья и хороших находок вам. Привет. Так, дальше. Передаю привет копателям с Украины Андрею и Володе. В общем, находок вам, ребят, хороших. Ну и удачей накопим. В конце этого июля у нас женится Владимир из Олексина. Ну что, Владимир, поздравляю тебя со свадьбой. Жена, чтобы тебе хорошая была. Как говорится, на Руси, где мы, где лад, там у нас клад. У вас лад, думаю, поздравляю со свадьбой. Счастья, ну и детишек побольше там. Ну и что еще? Передаю привет Максиму из Ростова. Тоже привет, Максим. И еще Михаилу Семенову из Волска. Я забываю передать привет. Уже месяц, наверное. Привет, привет. Ты где пропал? О, извиняюсь. Оля, я тут приветы передаю. Вспомнил, что приветы надо передать. Что у тебя, находка есть? Нету. Все, сейчас я подойду. Прием. Да, подпишись. Да, все, конец связи. В общем, ребята, по возможности буду передавать привет всем. Кому-то бы не забыть. Так, находок здесь не очень, это поле меня радует. Но, все же ходим дальше. Смотрим. Так. Монетка. Софт Деп. Так, что это у нас? 20 копеек. 46-й год. Не нравится мне в эту деревню ходить. Блин, мусора. Зря мы уехали. Ладно. Так, Коля тут где-то у нас ходит. Тоже что-то ищет. Серега вон там ходит. Туторское, но с орлами. Алло. Подсвечник. 30-й год у нас с Сереги на находки пришел. Хороший подсвечник, блин. Да. 32-й год. Орел. И подсвечник. Или канделябр. Подсвечник, обычный. Канделяй свечник. Такие тут находки. Переехали мы на новое место. Коля, передай привет. Привет всем. Здесь поля были. Все заросло. Но от деревни остались тополя. Здоровенные стоят. Там еще кедр есть где-то. Вот стоит кедрик. Остался. И тоже тополя. Там на поле у нас что-то не понравилось нам. Ну и вон нафиг, да, Коля? Здесь походим. Здесь мы были сто раз. Ничего. Ничего не нашли. Сегодня еще найдем. 101-й будет раз. 101-й раз. Все время что-нибудь на поле. Где-то здесь хрон есть. Золото. Никто его поднять не может. Не дается он никому. Ну и сейчас мы походим, поищем. Он очень глубоко. Его не взять. Что не взять-то? Нет. Не взять, думаешь? У нас прибор не сработает. Ладно, сейчас посмотрим. Есть, есть. Какой-то нашел. Ой, нашел и потерял. Бронзу. Или медь. Не знаю, чего это. Что-то интересное. Так. В поле уходим. Трава есть, но ходить можно. Пшишки кедровые. Ребята, еще меня тут вшибали. Здоровые. Уже, наверное, сотрели. Их снимаешь, бедро, и на костре варишь. Смола выкипает из них, и они их стоят. Без смолы мягкие, рассыпчатые. Мы так делали раньше. Ну, что-то сейчас мне кишишки неинтересны. Там тополь упал здоровенный. Под корнями у него походил. Думал, горшок есть. Нету ничего. Тут где-то у нас Коля ходит в кустах борщевника. Что-то копает. О, нашли. Это, наверное, не знаю, что. Копье железное, да, Коля, это? Не знаешь, что такое? Где? Вот это. Что, убило? Коль, заубило здоровое такое. Дрова колочь, что ли? Не знаю. Дима, не знаю. Вон опять тебя на топ. Что, берем или выкинем? Да нахуй таскаться с ним. Покло машина-то стоит. Быль него нахуй. В общем, выкидываем. Что, Савдеп нашел? Неа. Мусора много. Там шишек дофига. Ох, ребята. Что-то мы с Колей походили, походили по этому месту. Мне понравилось. Не понравилось. Голое место вообще. Зря мы оттуда уехали. Там кольца, шмольца. Завтра туда пойдем. Кресты, шмосты. А тут ничего нет вообще. Мелочь какая-то. Да мусор один. Ну, старая деревня. Мусор очень много. Так, на сегодня съемка, наверное, у нас. Что, мушками буса закончено, да? Сейчас еще походим, Серегу подождем к нам набегаться. И поем домой. Не знаю, видео, если успеем, все не вылезу. Серега маньяк, он будет бегать до конца. Хотя ничего нету здесь в Коле. Он все равно будет ходить до конца. Коля уже напился. Да, я уже пиво попил. Все, готово. Так что, давайте. До следующих встреч, всем, ребят. Пока. На канал подписывайтесь. Кто не подписан, ставьте лайки. Комментарии. Пишите. Ну и задавайте вопросы. По возможности буду отвечать. Завтра прям нормальный коп. Обратно туда. В ту деревню, где у нас кольца и кресты шли. На комфу, тихонечко ходить, не спеша. И у нас будут находки. Будут. А здесь что-то мне не нравится. Травы много. Всем пока. Попрощайся, Коля. Пока, ребята. На сегодня все.